Добрый день, дорогие друзья! 1 февраля – 140 лет со дня рождения известного русского писателя и публициста Евгения Замятина. Евгений Иванович прожил не очень долгую жизнь, всего 53 года, но успел написать много замечательных произведений. Среди знаменитых его книг, романов «Мы» и «Бличий Божий», «Повести уездная», «Ловец человека», «Островитяне», также Замятин создал около 50 рассказов, сказок и статей. К одному из произведений писателя мы сейчас обратимся. Это рассказ под названием «Десятиминутная драма». Действие разворачивается в вагоне трамвая. Что же произошло? Давайте узнаем. Итак, Евгений Замятин, «Десятиминутная драма». Трамвай номер 4 с двумя желтыми глазами Несся сквозь холод, ветер, тьму вдоль замерзшей нивы. Внутри вагона было светло. Две розовые комсомолки спорили о Троцком. Дама контрабандой везла в корзинке щенка. Кондуктор тихо беседовал с бывшим старичком о Боге. Кроме автора, никто из присутствующих не подозревал, что сейчас они станут действующими лицами в моем рассказе, с волнением ожидающими развязки «Десятиминутной трамвайной драмы». Действие открылось возгласом кондуктора. Благовещенская площадь, по-новому площадь труда. Этот возглас был прологом к драме. В нем уже были на лицо необходимые данные для трагического конфликта. С одной стороны – труд, с другой стороны – нетрудовой элемент в виде архангела Гавриила, убившегося Деви Марии. Кондуктор открыл дверь, и вагон нашел очаровательный молодой человек с миром московских известий в руках. Молодой человек сел напротив меня, старательно потянул на коленях нежнейшие и перливые трюки и поправил на носу очки. Очки, разумеется, были круглые, американские, с двумя оглоблями, заложенными за уши. В этой упряжи одни, как известно, становятся похожими на доктора Фауста, другие – на беговых жеребцов. Молодой человек принадлежал последней категории. Он нетерпеливо пил в полулакированном копытом ботинка, ему надо вовремя точно попасть на Васильевский остров в полдеве Марии, а кондуктор все еще задерживал на остановке вагон и не дала звонка. Впрочем, кондуктора нельзя винить. Не мог же он отправить вагон, пока там не появится второй элемент необходимости для драматического конфликта. И, наконец, он появился. Он нашел, утвердил на полу свои огромные валеные сапоги и крепко ухватился за вагонный ремень. Ни для кого, кроме него, нещутимое землетрясение колхало под его ногами. Он покачивался. Покачиваясь, был перед ним чудесный мир. Две розовые комсомолки, замечательный щенок. «Тютика, тютика, тютика ты мой!» Он нагнулся, погладя щенка. Но невидимое землетрясение подкосило его. То он плюхнулся на скамью рядом со мной, как раз напротив блокированного молодого человека. «Ну, ну и выпил. Ну и что ж?» Сказал он. «Имею полное право, да. Потому вот они, мозоль. Вот, глядите!» Он продемонстрировал трамвайной аудитории свои ладони, тем избавил меня от необходимости объяснить его социальное происхождение. Оно и так очевидно. И очевидно не случайно, волей судьбы моей не были посажены друг против друга. Мой сосед в валенках и блокированный человек. Очки у молодого человека блестели. И блестели зубы у моего соседа. Белые, красивые, от ржаного хлеба, от мороза, от широкой улыбки. Покачиваясь, он путешествовал улыбкой по лицам. Он пропыл мимо розовых комсомолок, кондуктора, дамы со щенком и остановился привлечённый блеском американских очков. Молодой человек почувствовал на себе взгляд. Он беспокойно зашевелился во глобах очков. Белые зубы моего соседа улыбались всё шире, шире, и, наконец, в полном восторге он воскликнул. О, ну да чего же хорош! Штаны-то, штаны-то какие! Красота! Очки! Очки-то, глядите, братцы мои! Ну и хорош! Милый ты мой! Комсомолки фыркнули. Молодой человек покраснел, клонулся из своей упряженности, но сейчас же вспомнил, что ему архангел из Благовещенской площади не подобает связываться с каким-то пьяным мастеровым. Он сдаил дыхание и нагнул оглобля своих пачков над газетой. Мастеровой, не отрываясь, делал его очки. Вселенная, покачиваясь, была перед ним. Земля в нем совершила полный оборот в течение секунды. Солнце заходило, и вот оно уже зашло. Белые зубы потемнели. На улице была ночь. А и пить же мы вас, сукиных детей, будем! Эх! вдруг сказала он, вставая. Ты кто, а? Ты член Капитала? Вот ты кто, да! Будто ты газету читаешь, будто я тебе не шуществую. А вот как возьму, трахну тебе по очкам, так узнаешь, который шуществует. Бесета на коленях у прекрасного молодого человека трепетала. Он понял, что его в стиле остовское счастье погибло. В синяках, окровавленному, нельзя же ему будет предстать перед своей Марией. Двадцать пар глаз, не на секунду не отрывая, следили за развитием приближающейся к развязке драмы. Мастеровой подшел к молодому человеку, вынул руку из кармана. Здесь по законам драматургии нужна была пауза, чтобы нервы у зрителей натянулись, как струна. Эту паузу заполнил кондуктор. Он торопился к месту действия, чтобы выполнить свой долг христианина и главы пассажиров. Он схватил мастерового за рука. Гражданин, гражданин, полегче, тут не половяется. Ты, ты лучше не лезь. Не лезь, говорю, гражащий бортный мастеровой. Кондуктор поспешно отступил к дверям и замер. Трамвай остановился. Большой проспект. У меня проспект пролетарской победы, пробормотал кондуктор, робко открывая дверь. Большой проспект? Мне тут слезать надо. Ну нет, я еще не слезу, я останусь. Мастеровой наткнулся к американским очкам. Было ясно, что он не уйдет, пока драма не разрешится какой-нибудь катастрофой. Слышно было взволнованное частое дыхание комсомолок. Дама, обняв корзину щенком, прижалась в угол. Известия-то питали на гриберливых брюках. Ну-ка ты, подними колечко, сказал мастеровой. Прекрасный молодой человек растерянно покорно поднял запряженные очки лицом. Глаза его под стеклами замигали. Трамвай все еще стоял. У окаменевшего кондуктора не было силы протянуть руку к звонку. Мастеровой шарпнул огромными валенками и поднял руку над членом капитала. Ну, сказал он, я слезу и, может, никогда тебя больше не увижу, а на прощание я тебя сейчас. Кондуктор, затаив дыхание и, прицеливая развязку, протянул руку к звонку. Стой, не смей, крикнул мастеровой, дай кончить. Кондуктор снова окаменел. Мастеровой покачался секунду, как будто прицеливаясь, и закончил фразу. На прощание, красавчик ты мой, дай я тебя поцелуй. Он облапил растерянного молодого человека, чмокнул его в губы и вышел. Секундная пауза, потом взрыв. Трамвайная аудитория надрывалась от хохота. Трамвай грохотал по рельсам. Все дальше. Сквозь ветер, тьму, вдоль замерзшей милы. Вот такой забавный, интересный рассказ Евгения Замятина мы с вами прочитали. В Стральной городской библиотеке Ильи Миломоносова есть много замечательных произведений Евгения Замятина. Приходите, пожалуйста, к нам в библиотеку, читайте хорошие книги. Спасибо большое за внимание и до новых встреч!